Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. С вами в студии Галина Алиева. Поговорим сегодня о вакцинации. Ой, конечно, сейчас среди вас найдется кто-то, кто скажет, опять прививки. Да, прививки. И категория граждан, которым просто необходима вакцина-профилактика, это мамочки. Молодые женщины, которые только-только вступают в эту пору и готовятся стать мамами. А также новорожденные, которым отряду всего лишь несколько суток, но которые своим криком уже заявили на весь белый свет «Я родился!». Недавно наша съемочная группа побывала в Республиканском перинатальном центре. Давайте посмотрим материал оттуда. С 2012 года в структуре женской консультации Республиканского перинатального центра функционирует Центр помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Специалисты Центра предлагают самую разную поддержку женщинам, семьям, несовершеннолетним и многим другим категориям граждан. Учитывая, что сейчас по нашей стране есть демографическая политика, мы, конечно же, оказываем психологическое консультирование, доабортное консультирование женщин, которые направлены к нам на искусственное прерывание беременности. То есть доабортное консультирование. В состав, в комплекс мероприятий по этому доабортному консультированию входит беседа нашего психолога. Женщина проходит мотивационное анкетирование, которое помогает выявить мотивы каждой женщины, которая идет на прерывание беременности. Это делается с целью понять, чтобы каждая женщина определилась, действительно ли она делает правильный выбор. Наш Центр вырабатывает определенные речевые модули общения, помощь, поддержку, все, что мы можем оказать. Также в этом анкетировании каждая женщина, исходя из ее ситуации, из ее жизненной ситуации, каждая женщина получает информацию, на какие меры социальной поддержки она может рассчитывать. Обязательно в комплекс мероприятий входит полное клиническое клинико-лабораторное обследование пациентки. Также она проходит ультразвуковое исследование, где наши специалисты, доктора, они включают на громкую, дают ей прослушать сердцебиение ребеночка, конечно же, чтобы она, может быть, и задумалась лишний раз. В 2023 году в Центр обратилось порядка 700 женщин. Это беременные и женщины после родов, а также позвонившие по телефону доверия. Если анализировать прошедший год, это 2023 год, то к нам обратились за процедурой искусственного прерывания беременности 510 женщин. Из них женщины, которые передумали, то есть решили пролонгировать беременность, сохранить эту беременность, 33,3%. То есть 170 женщин из них сохранили свою беременность. Если это первая беременность, сталкиваемся с ситуациями, когда, конечно же, девушки, они очень боятся, как к этому отнесется общество, если эта девушка не замужем, пациентка. Также, если же к нам обратилась женщина уже в возрасте 35-40 лет, а может быть и старше, в первую очередь встает вопрос о том, родится ли ребенок здоровый. Есть ситуации, когда пациентки переживают за свое здоровье, потому что беременность может наступить на фоне каких-то хронических заболеваний, которые у пациентки есть, и, конечно же, она боится ухудшения состояния. В основном такие проблемы. Конечно же, пациентки сталкиваются и с общественным давлением, да, то есть многие считают, что в возрасте, да, там, зачем еще один ребенок или так далее. Конечно же, бывают ситуации разные. В нашу задачу входит оказать психологическую поддержку. Наша республика, конечно же, она отмечает, ну, мы отмечаем то, что у нас очень ценные семейные традиции, у нас многонациональная республика, у нас родственные связи хорошо поддерживаются. Конечно же, слова поддержки, понимание, сочувствие у нас наши пациентки могут услышать и в семье. Но намного важнее получить уже квалифицированную психологическую помощь, которую мы оказываем. У нас организованы телефоны доверия, куда также можно обратиться на сайт перинатального центра. Мы получаем, конечно же, звонки и обращения. Мы хотим отметить, ну, вернее, выразить слова благодарности медицинскому сообществу, которые нам помогают в нашей работе. Также некоммерческие организации, да, то есть это благотворительные фонды, которые тоже участвуют в нашей работе, выражаем отдельную благодарность. Стать матерью – ответственный шаг, поэтому готовиться к беременности необходимо заблаговременно. И это консультирование у врачей-специалистов, соблюдение всех рекомендаций, в том числе и своевременная вакцинация. Традиционно осенью мы вакцинируем беременных женщин против сезонного гриппа. Вакцинация уже началась. Вакцинируем мы беременных женщин во втором и в третьем триместре беременности. Здоровых беременных женщин, у которых нет тяжелых экстрагенитальных заболеваний. Обязательно после консультации терапевта, для того, чтобы исключить осложнение вакцинации. И, в общем, эта кампания проводится достаточно активно. Вакцинируются наши беременные женщины в городской поликлинике. Мы направляем туда, и после предварительной консультации терапевта, повторюсь, это все происходит там. Во время беременности других вакцинаций, как правило, мы не проводим. Но мы рекомендуем женщинам до наступления беременности обязательно вакцинироваться против краснухи и против ветряной оспы, если они ранее не болели и не были вакцинированы. Потому что это инфекционные заболевания, и если они развиваются во время беременности, они сопряжены с целым рядом осложнений. Поэтому один из способов профилактировать эти осложнения – это своевременная вакцинация. Во время беременности позволительны еще дополнительные прививки против вирусного гепатита B, против вирусного гепатита A, но только в том случае, если есть высокий риск инфицирования. Как правило, во время беременности мы ничего другого пока не предлагаем. А профилактировать сезонный грипп, я считаю, что все-таки необходимо, потому что если женщина заболевает, болеет не только она, болеет вместе с ней и ее малыш, и мама справляется с этой ситуацией легче, чем ребенок. И поэтому для того, чтобы исключить проблемы с беременностью, желательно, конечно, быть вакцинированным. То есть вероятность того, что заболеет ребенок, подроби матери, велика? Конечно, потому что все вирусы проникают через плаценту, и, к сожалению, у женщин, которые перенесли вирусные заболевания во время беременности, мы имеем большее количество осложнений, особенно таких, как плацентарные недостаточности, гипоксия плода. Вот они, отчаянные парни, будущие Титовы и Гагарины, носики-курносики-сопят. От роду всего несколько дней, но полет нормальный, впереди целая жизнь. Поехали! Ирина – третий ребенок в семье Козловых. Родилась крепенькой, здоровенькой. Анастасия – мама опытная, с прививками дружит, согласно календарю. Находясь уже дома и делав прививки по графику своим детям, я обязательно сдаю анализы кровь и мочу перед тем, как сделать ребенку вакцинацию. Убедившись в том, что мой ребенок полностью здоров, я делаю вакцину своим деткам. Настя, расскажите о ваших старших детях, какого они возраста, какого они пола, и, собственно говоря, у вас уже есть опыт, когда вы проследили пользу от вакцинации. Конечно, польза, безусловно, есть. Я знаю, что мой ребенок, мои дети защищены. У меня сыночку 7 лет, он учится во втором классе, и доченька 4 года, ходит в детский садик. Находясь в обществе, контактируя с многими детками, я знаю, что вакцина, безусловно, защищает моих детей. Поэтому крайне, считаю, что крайне необходимо ставить вакцину, но только здоровым деткам. Нужно убедиться перед тем, как вакцинировать. Мы от Дыши желаем здоровья и счастья у вашей новорожденной девочки. Спасибо вам большое. В последние годы количество родителей, отказывающихся приливать своих детей, стремительно растет. Сложно сказать, что является истинной причиной такой ситуации. Активная пропаганда антипрививочного движения в СМИ и социальных сетях. Неправильное понимание научной литературы или просто стремление не отрываться от современных тенденций. Вакцинация защищает нас и наших детей от инфекционных заболеваний. В России, так же, как во всем мире, вакцинация проводится в установленные сроки согласно национальному календарю профилактических прививок. В родильном доме у нас оставятся две прививки. В первые 24 часа мы вакцинируем от гепатита B, что и спасает в последующем от заболеваний печени и даже в будущем от рака печени. Вторая прививка – это прививка БЦЖ, но сейчас она более ослаблена, в меньшей дозировке. Проводится детям уже на третьи-седьмые сутки в зависимости от состояния ребенка, от его срока гистации. И проводится эта прививка предназначена от заболевания туберкулеза. Последствия ни от вакцины гепатита, ни от БЦЖ мы на своем опыте своей жизни не наблюдали. Мифы о том, что ребенок температурит, капризничает, у него какие-то болевые реакции, мы эти мифы не подтверждаем, не приветствуем, опровергаем. К сожалению, к нашему большому сожалению, в медицинской ассоциации сейчас очень нередко встречаются родители, так называемые уклонисты от профпрививок. Иногда это связано с какими-то индивидуальными особенностями, анаместическими своими. Иногда это связано с религиозными представлениями. Нам бы хотелось все-таки призвать родителей быть более благоразумными, учитывая тот факт, что своевременная вакцинация спасает от тяжелых последствий инфекционных заболеваний. И все-таки благодаря этим профпрививкам в свое время мы победили такие сложные и тяжелые, опасные заболевания, как оспа, корь, полиамилит, дифтерия и многие-многие другие. Поэтому, конечно, в настоящее время растет опять-таки уровень таких заболеваний, как туберкулез, корь и полиамилит, и вирусный гепатит В. И когда родители отказываются от этих прививок, это приводит к риску вспышки, конечно, и коллективному заражению. Поэтому мы еще раз призываем родителей быть благоразумными и своевременно проводить все профпрививки согласно национальному календарю. Антипрививочное движение не имеет каких-либо четких обоснований. Порой самые веские аргументы родителей мне так сказали. Друзья не прививаются, а в интернете я читала. Поддаваясь волне нового интернет-вейни, мамы отказываются даже слушать врачей. Но отвечать за здоровье каждого ребенка будет только мама и педиатр, а не друзья и антипрививочники. Растите правильно и прививайтесь на здоровье. На сегодня это все. Нам очень хочется, чтобы это утро выходного дня сделало и ваш день по-настоящему добрым, теплым и красивым, как наступающее бабье лето. С вами в студии была Галина Алиева. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на канале Россия.